Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Гомель Аблаутотранс проводит сегодня первый один день пассажира. Нарколабораторию по вытворшеси метамфетамину закрыли гомельские правооховники. Юные мазырские канатаходцы поделились уроженными от выступлений в Монте-Карло и рассказали про дальнейшие планы. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня Гомельское областное отделение Белорусского фонда «Миру» подвело выники минулого и вызначило планы на этот год. Пленум отбылся в Палаце творчества детей и молодых. Так, летость, благодаря громадской организации, в области прошло больше, как 100 миротворших мероприемств, многие из яких немают аналогов Украине. Свою оценку проведенной работе и новые идеи на пленуме огучили представники правления, а так само улады и громадских организаций, які супрацовничают с фонда «Миру». Привитальный адрес у Гомель накеровал старшиня правления Белорусского фонда «Миру» Максим Месько. Республиканское керавництво означало, что Гомельское отделение на перших позициях Украины с попрацованным, патриотичным и миротворшим выхованием молодого поколения. Уникальные товары и речи, цикавые факты с гисторой продуктов и усе особливости их вытворчасти. Сегодня у эфира телеканала «Беларусь-Шатыры» стартует новый сезон программы «Знак якости». Телепроекты знайомить глядачу за этшинным продуктом на прикладе предприемства Гомельщины от харчовой и легкой промысловости до машинобудовництва и высокотехнологичной вытворчасти. У першем выпуску программы корреспонденты завитали на одно со старейших предприемств молочной галины Беларуси – Рогачевский молочно-консервовый комбинат. Назва гэтага предприемства у многих выкликая ассоциации со сгущенным молоком, тым самым смаком с дятинства. Однако сегодня ассортимент комбината наличивает до 100 видов продукции. Глядачи отримают махчимость побывать на своей особливой телеэкскурсии по предприемстве, поназирают за тем, как робится пастеризованное молоко и доведаются об некоторых сокретах вытворчасти. Глядите программу «Знак якости» сегодня у 20.50 на телеканале «Беларусь-Шатыры». Да и инших тем, гомельские химики-самовушки варили метамфетамин и забеспечивали ему весь регион. Нарколабораторию закрыли правооховники. Криминальный дуэт працевал у подвале приватного дома в Новобелецком районе. Достали колбы, реактивы и противогазы и запустили вытворчасть. Сами же займались реализацией. При этом выконывали конспирацию и максимальные меры застяроги. Химию не продавали только по предварительному звонку проверенного заказчика. Но, несмотря на все меры предосторожности и конспирацию, ночью с 4 на 5 февраля сотрудниками областной госавтоинспекции был остановлен автомобиль «Ауди». В ходе осмотра данного автотранспорта был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом. Данное вещество было направлено на экспертизу судебным экспертам. Старейшего делка наркоконтроль при подтримце бойцов от Рада милиции особого призначения затримал на улице Пушкина. У него знайшли и конфисковали невеликий пакетик с наркотичным речевом массой крыху меньше за один храм. Нам было поручено проведение днеочередной экспертизы. В ходе проведенного исследования установлено, что представленный объект содержит особо опасное психотропное вещество, неиспользуемое в медицинских целях амфетамин. У относенных до ободвух гамельчану сбудженная криминальная справа. Сегодня в регионе проходит первый один день пассажира. Гамеля был автотранс ставить меты, вывышать за уваги пассажиров и больше оперативно реаговать на их. Олег Синцеров доведался, какие меры по удосконалению работы громадского транспорта пропонуют гамельчане. У 6-м Гомельским автобусным парку этот день от инших принципов ничем не отрознивается. Невеликая частка машин находится на профилактическом ремонте. Большаясь автобусов на маршрутах у администрации кажут, что некие спречные моменты, относенных с пассажирами, безумно возникают. Але и водители, и кондукторы повинны вырешать их максимально тактично. Причем самая великая увага надается без специй руху, особливо у зимового периода. Дополнительно перед зимой мы проводим осенне-зимние инструктажи с водителями по работе, то есть соблюдение скоростных режимов, соблюдение обстановки на дороге, то есть принимать какие-то экстренные меры водитель должен. Самая великая по протяглости автобусная маршрута у Гомеля, номер 17, 18 и 20, на проходжение приклада 25 километров, отводится май 140 хвилин. Некоторые гамельчане соправды проводить у громадском транспорте значную частку своего життя. А тому пытание комфорту не на опошнем месте, да и относины до их сбоку кондукторов и водителям, так само мают значение. До речи, для минимизации колькости конфликтных ситуаций на всех городских автобусах зараз выкористовываются видеорегистраторы, отчастка машин до того ж отцелеванной системы, видеоназирания за салоном. Только 6-й Комельский автопарк, что год перевозит каля 7 миллионов пассажиров. Для порауна нет. 25 годов тому, каля предприемство створалося, эта лечба была в 20 разов меньше. Не глядя, что назначенный рост колькости приватных авто, громадский транспорт в раннейшем застается вельмед запотребованным. В целом, по акционерному товариству «Гомель Абл Аутотранс» эта лечба еще больше. Только за минулый год тут перевезено свыше 190 миллионов человек. Проводимый предприемством «Адин и день пассажира» это еще одна махчимость выслухать заваги жахаров региона и вынеку необходности принять адекватные меры реагования. Не глядя, что на то, что початок промой телефонной линии был запланован на 14-1. Первые звонки у «Гомель Абл Аутотрансе» начали принимать практически самые ранницы. Некто скаржится на незручные маршруты. Приходится рабить по некаким пересадок, а это додатковые затраты часу и сродков, некого не задавленяя местознаходжения припынков громадского транспорта. Сярод огоченных проблем так само, недохов месту у автобусах у так званый годинный пик, не застаются поза увагой и новоувядения на контобовязковой оплаты багажа. Условия, касаемых перевозки ручной клади, эта тема есть, она пока существует. Люди, кроме того, обращаются, уточняют какие-то нюансы по расписанию движения, потому что все-таки движение расписания есть, оно меняется, опять же, по просьбам самих же людей. Вопрос остается в обновлении подвижного состава, потому что он у нас, понятное дело, стареет, а в последние годы есть проблема с обновлением. Действительно, эта проблема есть. Поэтому мы над этой темой работаем. И вот, я уже говорил, в прошлом году купили средние вместимости за счет собственных ресурсов 10 машин, 10 автобусов. Практика проведения одного дня пассажира протягнется кожную другую сираду месяца с 14 до 17 годин в головном офисе и в усих филиалах предприемства будут проводиться гараж и телефонные линии, а так само особистый прием граждан. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Артисты студии церкового мастерства «Арена» триумфально выступили на Международном юнацком фестивале «Новое поколение» в Монте-Карло. Мазерани, які другий год за пар, представляли нашу краину на престижном форуме, привезли народимого серебряного юниора и специальный приз глядацких симпатий. Первые эмоции и уражение от поспеха, а так само планы на будущую в Матриале Дмитрия Котова. И они выглядят стомленными, а при этом и вельми счастливыми. Веселые усмешки и узнагороды в руках, як подтверждение, что у Монако з'ездили не здарма. Однако шлях на цирковый пьеды стал не был простым. Подрыхтовка до фестивалю такого узровню – это штудённые напруженные тренировки. Нумер потребовал, окроме высокого мастерства, так само складанного техничного обсталявания. Было очень много проблем с нашим багажом, потому что это транспортировка большого груза, и это всегда какими-то сложностями, ну возникают сложности. У нас немножко были повреждения именно на реквизите, но как-то благодаря нашему технику, он потрясающий человек, Паша, он нас выручал постоянно. Удельничали у фестиваля артисты другий год за пар. До речи, я не первый из беларусов, кто трапил на самый престижный сусветный форум циркового мастерства. Быть сирот конкурсантов уже удача. Этот фестиваль можно поравнать с олимпийскими гульнями. Артисты смогли уразить не только членов журы, а и просто глядач-шоу. А кроме серебряного юниора, они так само отримали приз глядацких симпатий. Перед шоу в зале объявили, что на ваших креслах лежат маленькие билетики, для того, чтобы каждый зритель, понравившийся номер, помечал там галочкой первое, второе, третье место. Кому вы заслуживаете? Мы этого не знали, потому что видели, конечно, что присутствуют эти таблички лежат. На все это в зале 3000 мест. Представьте, что это такое. После такого феерычного поспеха юные артисты заслужили отпочинок. Однако тренировок вернутся совсем худко. На переде еще больше амбицийные планы. Вернутся просто два года в Монте-Карло, а ле у жона с поборництва сирот дорослых артистов. Профессийный узровень дозволяет заработать, где-то уже зараз, а ле не узрост. По регламенту, 70% артистов у составе труппы повинно быть не меньше, как 23 годы. А там у арене по куль застается удосконаливать свое мастерство и идти до новой вершины. Дмитрий Котов, Александр Харлампа, у телерадиокампания «Гомель» из Мазыра. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.cvrgomel.by На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова